Приветствую вас. Первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, касается предательства. То есть вот вы считаете, что ваша девушка вас предала. То есть вы ее ненавидите, вы ее не можете простить, вы ее периодически злитесь на нее, да, примерно 2-3 раза в месяц, представляете, как убиваете ее, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вы считаете, что она вас предала. И вот предательство это первая ступень, которую нужно пройти, для того, чтобы избавиться от разрушающих последствий этих отношений. Надо сказать, что кто такой предатель? Предатель это человек, который совершает какое-то действие, негативное для того, кого он предает, и таким образом притеняет ущерб в человек. Правда в том, что предательство, то есть по сути осознаваемая связь между каким-то негативным действием человека и наличием ущерба от этого действия другому человеку. Вот причинно-следственная связь между этими двумя аспектами предателем осознается, и ей этой причинно-следственной связи придается значение. Большое значение, серьезное значение, значение настолько сильное, что человек испытывает чувство вины за то, что он совершил предательство. И он, соответственно, раскаивается. Дальше. Следующий важный момент. Если имеют место быть эти два элемента, Но человек, который предал вас причинно-следственную связь, между ними не видит, то это не предатель. Это человек, действующий в своих интересах, который на какое-то время совместил свои интересы и ваши. И он позволял вам делать все то, что вы описали в своем втором абзаце. Я не буду это перечитывать, но, тем не менее, вы здесь описали прям очень все так подробно, что вы делали для человека. Она это все позволяла вам, потому что это соответствовало ее интересам. И если она без загрения совести позволила себе искать других дополнительных кавалеров за вашими спинами, то есть, по сути, предавала, значит, она никогда не была той, кем вы ее себе представляете. Вы представляли ее себе, наверное, любящей вас, наверное, мечтающей вам оплатить благодарностью за то, что вы делали для нее все вещи. Она этого не сделала, и вы посчитали, что она вас предала. То есть, нужно для начала этот момент для себя как следует прояснить. «Она не была той, кем вы ее считали». На это указывает, значит, и то, что она слабо интересовалась вашей жизнью, перспективой ваших отношений. Но вы эти вещи предпочитали не замечать. Для чего? Почему? Почему вы предпочитали не замечать те моменты, которые намекали на то, что человек как бы не тот, кем вы его считаете? Не очень это понятно. Но, тем не менее, как это не странно. Из-за того, что вы это упустили, и из-за того, что вы считаете, что она вам что-то должна, вы теперь не можете ее отпустить. Потому что, полагаете, что она, являясь той, кем вы себе ее представляли, должна вам что-то в ответ делать. А она не должна. Потому что никогда не дорожила вам и так, как дорожили вы ею. И считалось, что то, что вы делаете, было вашим желанием, а она вам ничего в ответ не должна. То есть, для начала, предательство нужно разобрать. Убрать его из вашего сознания. Нет никакого предательства. И нет у того человека, который живет у вас сознанием. Кроме того, в сознании вашем, больше нигде этого человека нет. Есть проекция. Есть проекция образа вашего на реального человека. Но реальный человек отмешается от образа. Образ вы принимаете, реального человека нет. А теперь возникает то, что вы описываете в своем первом абзаце. То есть, вы ее обвиняете, вы обвиняете реального человека, а действительно реального человека нет. Ни в чем, потому что он просто-напросто преследовал свою линию поведения. И не более того. А обвиняете и злите свой носовой человека, который был в вас заинтересован, который действительно совершил предательство. Вот то самое, о котором я сказал в начале. Только за предательство можно человека ненавидеть, злиться и так далее. А реальный человек, эта девушка, предательства никакого не совершала. Она просто поступала так, как ей лучше. Вторая ступень заключается вот в чем. Если бы вы игнорировали то, что она слабо интересовалась вашей жизнью, так отчаянно нуждалась в вас во всех аспектах, то есть она нуждалась, чтобы вы писали рецензии, отзывы, да, там как-то вот давали ей обратную связь на ее деятельность. То есть, по сути, использовала вас, вы не обращали на это внимания, вы продолжали удовлетворить ее потребности и дальше больше. Вы не обращали внимания на то, что она не интересуется перспективой ваших отношений, то есть не заботиться их будущим, значит, вам это было неинтересно, потому что вы удовлетворяли свои желания. Вы, преследуя свои цели, которые у вас были изначально, вот это все игнорировали, вы были ослеплены тем, что вы наконец-то получаете то, что вам нужно. Возникает вопрос, а что вам было нужно? Для чего вы делали для нее вот это все, что вы описываете во втором абзаце, и при этом игнорируете ее отношения к вам? Ведь если бы вы ее любили, то вы бы понимали, что, ну, вот то, что вы делаете, это совершенно бескорыстно, потому что это ваше желание, как любящего человека, то, что она не отмечает вам в реальность, и говорит о том, что, скорее всего, вас она не любит, и если бы вы были человеком, который ценил бы себя, уважал бы себя, и принимал бы себя таким, какой он есть, вас бы это насторожило, и вы бы все свои действия, как бы это сказать, приостановили до тех пор, пока бы не выяснили от девушки, что ли она, собственно говоря, хочет, как она видит отношения, и не отвечали бы ей симметрично, зеркально на ее активность. А раз ваша активность во многом превышала ее активность в отношениях, значит, вам эта активность для чего-то была нужна, и вы не настолько себя ценили и уважали, чтобы обходить внимание на отсутствие активности с ее стороны. Соответственно, вопрос, в чем вы в себе не уверены, почему вы себя не любите, почему вы себя не цените, и для чего вам нужно было делать вот это все? Потому что вы ее любите? Нет. Любовь здесь ни при чем. Дело в том, что если бы вы ее любили, у вас бы не было желания ее, ну, не было бы желания сделать то, что вы пишете в первом абзаце. Любящий человек озабочен только одним, чтобы тот, кого он любит, был счастлив. Ваша девушка была с вами счастлива какое-то время? Была. Потом она начала от других кавалеров, стала счастлива с ним. Любящему человеку это достаточно. Он любящий человек, любящий искренне, истинно, как вы говорите. Ему было бы этого вполне достаточно, но вы, вы начали переживать то, что вы пишете в первом абзаце. Значит, вы любили ее для себя. Любовь для себя невозможна, она вам была для чего-то нужна. Что-то она вам давала такого, что вы никогда до нее не получали. И, соответственно, не можете получить другими девушками. Из-за этого, из-за того, что вы потеряли в ней удовлетворение своих желаний, вы не можете до сих пор ее отпустить. Соответственно, нужно понять, чего же вы хотите, и удовлетворять это желание напрямую, без человека. Тогда вы сможете в отношениях вступать на основах равноправия, независимости и партнерства. А не так, как вы это делали в вашем письме. Это следующий момент. Теперь, скажем так. Вот вы себя не любите и не очень себя оцените. Раз вы только огорчались, что она интересуется слабо вашей жизнью, вашими отношениями, предоточилась на карьере, а не на вас. Хотя, одному другому не мешает. Значит, в чем-то вы в себе сомневаетесь. И вот сомнение в чем-то эта девушка помогла вам заглушить. В чем вы в себе сомневаетесь, в чем вы в себе не уверены. Это тоже нужно для себя понять. для чего? Чтобы справиться с этим. Чтобы либо принять свои слабые стороны полностью, либо наоборот превратить свои слабые стороны в сильные стороны. то есть по сути организовать деятельность по ликвидации своих слабых сторон. Но не всех, а тех, которые можно реально переформировать во что-то более сильное, более положительное, более полезное. Какие-то вещи вам придется в себе принять. Если вы их в себе принять не можете, то это уже проблема детско-родительских отношений. Именно родители первые воспитывают в ребенке принятие себя таких, какой он есть. Почему родители вам этого не дали, непонятно, но с этим нужно разбираться. Далее вы пишите, ну, вы спрашиваете значит, вот вы пишите про моменты предательства, которых я уже сказал. Далее вы говорите о том, что значит, вы посещали психотерапевту, проводили с вами сеансы. Я бы сказал, что это по большому счету техники, которые призваны снять симптом, но не призваны убрать причину. Вот чтобы убрать причину, нужно думать и работать в тех направлениях, которые назвал я. Значит, мучаетесь вы от неразделенной любви, как вы говорите. Знаете, неразделенную любовь в наше время, особенно, если вы мучаетесь от нее, часто путают с невозможностью реализовать желание через конкретного человечества. Вот и вы мучаетесь не потому, что у вас любовь неразделенная. Любви, если она искренняя, если она настоящая, ей все равно, разделена она или нет. Человек любит себя искренне, счастлив от того, что он любит, от одного факта, что он любит. Вам имеет место быть ваша личная заинтересованность и личные желания. И то, что вы описываете, является фрустрацией от невозможности достичь того, чего вы хотите. Нужно понять, чего вы хотите достичь, в глобальном смысле, не через девушку. И переформатировать свои средства достижения цели. Ибо они у вас сейчас неверны. Далее вы пишете наш отчеток. Теперь мне не удается испытать глубинное подлинное чувство по отношению к иным особам противоположного пола. Вот, кстати, очень хороший язык. Я думаю, что вы человек творческий. Если вы человек творческий, то у вас сразу это воображение. А если сразу это воображение, ничего удивительного, техники психотерапевта вам не помогли. Потому что они направлены на как раз-таки работу с решениями, с ассоциациями, а у вас очень сильно развито воображение, образное наследие. И из-за этого, конечно, вы очень быстро вернулись в исходное состояние. Тут нужно именно работать в тех направлениях, о которых сказал я. И пишите, что вам не удается испытать глубинное подлинное чувство по отношению к другим женщинам. Тем самым вы как бы намекаете, что вот это самое глубинное подлинное чувство вы испытывали к той девочке, о которой вы написали свое сообщение. Так вот, а правда в том, как я надеюсь, вы уже понимаете теперь, что это не было истинным и глубинным чувством, то, что вы чувствовали по отношению к той девушке. Вы чувствовали, что она может дать вам все то, что вы хотите получить. Это да. Но и то, дать вам мог все это только образ. Образ, который есть у вас в сознании, а не реальный человек. Дальше здесь получается вы заблуждаетесь относительно того, что вы искренне и глубоко любили эту девушку. Если бы вы ее любили, вы бы не, простите, испытывали к ней такие негативные эмоции, негативные желания, о которых вы пишете в первом абзаце своего сообщения. И тогда получается, что слово, точнее фраза глубинное подлинное чувство следует заменить на ясное, чистое понимание того, что образ этого человека даст мне все то, что мне нужно. И в таком случае становится понятно, что ни одна девушка после этой по вашему мнению не может дать вам того, что вы хотите, потому что вы наверное теперь не хотите получать то, что вам нужно от кого-то кроме нее. Опять-таки в силу того, что вы сейчас не можете от этого отойти. Что вы считаете ее предательницей, что вы считаете что она вас предала, вас бросила и так далее, и так далее, не оплатила вам тем, чем должна была. А правда в том, что она ничем не должна была вам оплатить. Любовь это свободное проявление человеческой активности. Вы хотели, вы делали, а она не хотела, а я она не делал. И то, что вы решили, что она должна для вас что-то сделать. Это не столько ваше решение, но не ее. Вот, пожалуй, на этом и можно закончить мой ответ. направление для работы, если вы, конечно, хотите эту работу проводить, для будущих отношений, для своей семьи, для своего личностного роста, для приобретения независимости от людей, для приобретения независимости в отношениях, для избегания того, что вы описывали в будущем, все это теперь у вас есть. Если захотите поработать, пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...